Привет, друзья! Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака, комплект дополнений Кровь и Вино. А я переместился сюда и, посмотрите, статуя Пророка Лебеды практически завершена. По мере того, как мы выполняем задания, связанные вот с этим вот квестом, да, по следам Пророка Лебеды, вот эта вот статуя завершается в своем строительстве. Ну да ладно, мы продолжаем, и у нас Винные Войны, Верментина. А надо решить проблемы Винодельни Верментина. Давайте посмотрим на карту. Как раз-то здесь неподалеку. Сходим ко всем этим местам, посмотрим, что там и как. Так, давайте-ка на всякий случай, наверное, заквенимся. Хотя пока никого не видно. Так, у нас там пожиратель, что ли? Гнильцы вот эти вот. Так, давайте-ка на всякий случай, наверное, заквенимся. Они сейчас одни криты получают, поэтому очень опасны. Так, ну с ними мы вроде разобрались. Здесь еще что-нибудь есть? Ну, конечно же, заперто какое-то тело. Дневник Августина Бочара. И ключ от ящика в подсолнухах. Какой-то есть ящик в подсолнухах, и было бы неплохо его открыть. Никогда не разговаривайте с неизвестными. Да, это, наверное, где-то здесь поблизости, я так думаю. Да, Герлит, обязательно надо затушить или поджечь свечку. Слушайте, мне интересно прям стало, что там за этот ящик в подсолнухах. Уж не здесь ли? Не, мы так не найдем, хотя... Давайте глянем. Так, никогда не разговаривайте с неизвестными. Отыскать тайник, давайте отыщем. Что-то прям интересно стало мне. Что там за тайник? О, до него пилить. Ну ладно, допилим, я думаю. Какой-то знак вопроса еще. Просто замечательно. Волки чертовы. Черт, а я не с тем оружием, да? Так, этого волка мы прибили. И все-таки, наверное, надо будет квениться. Потому что волки сразу несколько атак проводят. Ну, первый атак у них сбивает квен. И они тут же махом снова атакуют, поэтому... Дело такое. Так, что тут у нас? Какой-то квест, судя по всему. Так, по стопам пророка лебеды третья группа. Ну давайте осмотримся. Черт, разорваны в клочья. Ну ясно, дело, какие-то следы, да? Раздробленные кости. Черт, это сильная тварь. Это сильная тварь. Ну ладно, в принципе, нам надо этот квест тоже выполнять. И куда идти-то? Глубокий следы, но кровь. Человек просто пытался сбежать. Так, Геральт. Достаем на всякий случай. Может быть еще так группа волков? Леший. Твою-то... Что-то есть. Разобрались, свешим. Так, ну он нас так поцарапал нехило. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Спасибо, мастер ведьмак. Да хранит вас святой лебеда. Да, статуя становится все более достроенной. Это еще одно задание, связанное с пророком лебеды. Так, окей. Но мы... Так, все, наверное, будем искать... Вот этот тайничок. Вот. Уж больно мне интересно, что там за тайничок. Давайте сходим, посмотрим. И давайте, наверное, что-нибудь съедим. Так, а что мы можем съесть? И где вся эта еда? Так, здесь, наверное, да. Лучше всего, наверное, свинину есть. Потому что много устанавливает здоровье и действует довольно-таки долго. Что происходит? Ничего не происходит. Это где-то здесь. Где же это видано, чтобы рыцари на турнирах бились? А за помощью ведьмака сел. Вино, как и каждое плодородное. Где будет терпеть? Так. Так. Это где-то вот. Ха-ха. 89 флоринов. Это я пришел из-за 89 флоринов, значит. Ладно. Продолжаем наши винные войны. Такой путь проделать. Ладно, давайте позовем тогда лотву и быстренько прискачем. Так, там вода, но... Ладно, обойдем, я думаю. По прямой сейчас поедем, да и все. Я ни разу за морем не был. Вот, речку не стоило, конечно, переходить. Ладно, давайте тогда вернемся. Уважаемый, ты смотри. Где-то тут медведь. Практически приехали. Так, там у нас архисповары. Ну, с ними, я думаю, разберусь. Похоже, их там много. Да. Продолж odищу. Кришки. Всё. Чος. Всё. Всё. Так, еще одно местечко мы освободили. И давайте смотреть, что тут можно полутать. Барахло. Бесполезное барахло. Ну все, вроде бы здесь мы обнесли. Да, здесь сплошное барахло и ничего ценного нет. Ну, может быть хоть опыты сколько-то там подкинули, не знаю. Так, теперь отправляемся дальше. 250 метров. Давайте так допилим может. Тут у нас чертовы волки. Какой-то знак вопроса. А это быки что ли тут эти? Быки говорите, кабаны. А нет, слушайте, это скальный тролль дикий. Он так и будет сидеть? Его надо вообще гасить или нет? Не совсем понятно, он что-то там бормотал вроде. Ну ладно. Кусок исписанной тряпки. Чертеж перчатки тусенского рыцаря и барахло. Все что ли? Все это было из-за чертежа? А, и тут еще вот эти... Пчелки, да? Может быть их... На вас напал челин и рой. Печалька. Валим. И медовые соты. Окей, ладно. Идем дальше. Кстати там какая-то тряпка же была. Но, видимо, прочитать мы не сможем. То, что на этой тряпке... Здесь я ничего такого не вижу. Ну, может быть это какой-то квестовый предмет, я не знаю. Так, а тут у нас что? А тут у нас разбойники. Собираешься как? Помогите! Помогите! Собирайте! А! 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 я обязан тебя жизнью незнакомец как тебя звать делать делать и зрели большое спасибо сударь геральт эти мерзавцы хотели уничтожить наши травки я думал возьму молотом расти эту разгоню но стыд и срам их было слишком много не справился я ну да хватит плакать над разлитым вином идем со мною верментина там я подлатаю твой доспех или выкуй тебе все что попросишь такие друзья нам точно пригодятся ладно позже тут все полутаем отправляемся ладно веди могу я вам чем-нибудь помочь так в винт он не играет разбойники не единственная твоя проблема виноградник похоже переживает не лучшие времена факт бывало и лучше у нас ведь тут не только разбойники еще все время с этими паразитами и желтыми боремся госпожа матильда изо всех сил старается ну что тут поделаешь если мужики на работу выйти боятся понятно ну давайте посмотрим что там у него ну ладно что у тебя есть то же что и у других цены потом сравню может он подороже покупает короче время только потратили спасибо до скорого у него ничего такого нет и в гвинт с ним поиграть нельзя мы можем конечно тут доспехи да вот так вот подлатать давайте возвращаться и подлатой даже укрепить так где мы тут его спасли то хорошенький вопрос вот здесь мы его спасли кажется сейчас быстренько тогда на плотвичке туда добежим и и но но и 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 этот Это не волки, слушайте, это баргесты? Привет из первой части, да. Эссенция баргеста, это баргесты, давайте значит с ними разбираться. Что они тут охраняли? Сейчас вяжемся в какой-нибудь квест очередной, да? Ну ладно, давайте посмотрим, хотя нет, пока наверное смотреть мы не будем. Ох, я же шел полутать, ну ладно. Какая-то книга и ключ. А, вот кстати эта тряпка, исписанная. Это очередной клад, зарытый где-то там. Думаю, что все это мы посмотрим позже, обязательно. Проклятье Корнервона. О как. Ладно, продолжаем двигаться. В принципе мы уже практически дошли, может пешкодрапом. Так, у нас тут куча волков, которые нас просто так конечно же не пропустят. И мы на них потратим слишком много времени. Лучше мы их обойдем. Лихие ямы. Какие-то лихие ямы. А здесь я конечно же не был. Трактир Песи Хвост. Ну где трактир, там и трактирщик. А где трактирщик, там можно поиграть в Гвинт. Так, понятно. Херальт, уносим отсюда ноги. Черт, опять стреляют. Надо же. Ладно, давайте двигаться в сторону этих стрельцов. Ух ты, черт. Глядь, они сейчас нас стрелами просто достанут. Тут еще место такое стрёмное, что особо не попрыгаешь. Не боись, не боись. Сейчас мы тебя уделаем. Ха-ха-ха. Да. Там еще этот с молотком. Сука! Это ведьмак! Ну да. Ну да. Это ты все прострал. Это т.е. как ты? Щас как пиздану. Так, вот этот чувак. Так, мы его так не достанем. Ох, кажется, в него стрела попала. Крутяк. Ха-ха-ха, давайте их добивать. Ох! 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 Шрать хочется! Братья! Береза! Убиваем! Со стрельцом разобрались в последнюю очередь. Так, что еще тут можно поднять? Похоже, мы не всех перебили. Там еще есть ребята. А тут мы вроде бы как все подняли. Ух! Без герлов! Ох! Ух ты, Геральт, мы упали. Ну что ж, как угодно. Замотали чувака. Так, давайте-ка его вот как. Почему он всегда серебряный меч убирает, мы же лопатой вроде махали. Так, здесь у нас корчма, красочка, какой-то меч. Надо ещё вернуться и поднять то, что мы ещё не подняли. Полным-полно всякого барахла, явно не слишком нужного. Закрыто, а здесь есть что-то. Книги я походу все уже пособирал. Вино. Вино. Так, ну что, заходим или идём лутать, а потом вернёмся. Предлагаю всё-таки сходить полутать сначала. Тут вот совсем недалеко идти. Давайте быстро метнёмся. Так, здесь ничего нету? Есть. Это какое-то... Какая-то деревушка, что ли, или что это? тут много домов. Надо будет здесь хорошенечко походить и посмотреть всё. Ну, пока что барахло попадается. Не особо нужное. Наверху ничего. Ладно. Потом за кадром, если что, ещё там всё посмотрю хорошенечко. Тут у нас волки. Так, где-то здесь мы чуваков валили. Ох и страшная жахвария. Нашёл бы работу хоть какую. Так, а с этих чуваков мы чё, уже ничего не получим, что ли? А правда, что по науке кто зерно сотит? Тут и коров покрывает. Ну да, здесь я больше ничего не вижу. Ой, ладно. Значит, здесь больше ничего и нет, к сожалению. Так. Грязная игра, да? Найти место, о котором говорится в письме. Винные воины. А здесь что? Одним глазком глянем, если это какой клад, то попробуем забрать. Если это что-то непонятное, то пройдём мимо. Очередная порция разбойников. У меня из-за тебя теперь и кота. Быстрее! Быстрее! Буется что? Ноkiej-то. Запомнились! Да видите! Хули ты лезешь? За мной? Разобрали ребят, что они тут охраняли, сейчас посмотрим. Растворитель. Приказы на окровавленные бумаги. Но это все сокровища, наверное, местные. Ха, интересно. Ладно. Все, больше ничего. Ладно. Лагерь, судя по всему. Был здесь. Но мы его ликвидировали. Больше ничего здесь нет. Но я не вижу. Ладно, давайте продолжать, посмотрим, что там у нас. И почему так далеко? С этими винными воинами мы тут разобрались, все? Или нет? Так, лагерь бандитов все еще белым подсвечивается, хотя здесь вроде бы... Ах, да, конечно. Самые ценные это мы не взяли. Ха, тут, кстати, аккуратнее надо было, могла бочка взорваться. Так, кодекс Ганзелотто. Ну, с Ганзелотто мы разобрались на самом-то деле. Теперь точно мы тут все забрали. Давайте смотреть квест Винные воины. Уведомить Матильду. Уведомить Лиама. Ага. Ну, успеем, я думаю, их уведомить. Найти место, о котором говорится в письме. Ну, давайте посмотрим, что там за место. Туда пилить так прилично. Ну, допилим как-нибудь. Геральт не любит у нас всякие там быстрые переходы. Поэтому мы на Платве перемещаемся. Здесь у нас что? Какие-то развалины? Был я тут? Нет. Тут я не был еще. Слушайте, пилить вообще так прилично. Давайте, наверное, мимо пока пройдем всего этого дела. Потому что, ну, реально очень далеко. Теперь помедленней. Вот еще какой-то знак вопроса. Не торопись. Не видно пока что это. Ладно, обойдем. Руины крепости. Я подозреваю, здесь какие-то чертежи, наверное. Ведьмачьи. Ух ты, это что-то. Не торопись. Вперед, Пла-2. Призраки, что ли? Да, это призраки. Что такое? Я не знаю, что это за призраки. Пока обойдем их. Не знаю, может быть они что-то охраняют, а может какие-то квестовые призраки. Пока обойдем. Так, Платва. Плохо, что ты не умеешь плавать. Это похоже тот остров, да? Или нет? С этими. Да. С добродетелями-то. И отшельником. Точнее сказать, владычицей. Точнее сказать, хвост? С гостями. Степенно. Плохо, перескать с бедойами-то. Плохо, перескать с армией-то. Березеем. Точе, по-другому я занимаюсь с армией, и теперь я взял шум-то. Выдраки. Наверно, лучше было бы этот остров обскакать, ну да ладно. Прям так напрямки сейчас поскочим. Конечно же пантера, не будем на неё обращать внимание. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Святой Негода, что бы мне так хотелось, как мне не хочется? Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Так, где там наша плотва вынырнет? А, здесь нельзя быстро перемещаться. Ну ладно. Быстро имеется ввиду голопом. Эх, сука. Вежели кто, мол, ты богат, то можешь ты быть. Придется скакать через практически весь Баклер. Что торчишь, как вилы в говно? Давай, плотва! Вот тут были? А, ну, вроде бы да. Пошла! Практически приехали, можно сказать. Пятьсот метров. Какие-то развалины. Так, конечно. трус умирает много раз до смерти вот вы не так быстро не торопись так давайте сохранимся посмотрим где это на карте а вот это место прискакали вот с этого места короче пол карты скакали на всякий случай вынемся и смотрим что тут грязная игра черт не нравится мне это краска петки ложки разбавитель какая-то ерунда вот чёрт Продолжение следует... Так... Сейчас посмотрим что там... Только здесь еще глядимся... Что это за звук такой дурацкий? Инвентарный список... Так... Место проведения инвентаризации хранилища архиспоров осиных... Или же грибная форма... Подтесха мутна... Владелец и заказчик инвентаризации... Граф... Владимир Креспи... Клубни архиспоров осиных... Количество шесть... Семенных клубней... Два-четыре почки... Ааа... Ха-ха... Так это граф... Что за бедами виноделин стоял граф Креспи... Ну да... Надо рассказать об этом Матильде и Леону... А это я так понимаю надо будет поджигать? Растни архиспор... Что за дегенерат может разводить их? Надо их сжать... Пока они все не заполонят... Ну давайте сжигать... Что ж поделать? Растки архиспор... Что за дегенерат может разводить такое? Надо их сжечь пока они все не заполонят... Сожгли... Поговорить с Лямом и Матильдой... Ну... Хорошо что мы раньше с ними не поговорили... А звук-то смотрите все равно остался... Вроде все сожгли, да? Звук есть все равно... Ну ладно... Так... Поговорить... Оооо... Нифига сколько пилить... Ну да ладно... Допилим... А тут еще... Тесхомутная какая-то... Это вот это наверно Тесхомутная? Ммм... Ладно... Потом как-нибудь посмотрим... Что это за Тесхомутная? Отправляемся вот сюда... Отправляемся вот сюда... Задание которое мы взяли одно из самых первых... Надо его доделать... Так... А тут что? Гончелист... Понятно... Короче... Скачем... Изо всех сил... Ух ты... Ну вот мимо этих тварей я конечно не пройду... Почему? Потому что у них есть нужная мне кислота... Ух ты.. Ох ты, чёрт. Парочка кислоты? Нет. Уж эти гнёзда мы взрывать точно не будем. По крайней мере, пока. Так, что тут у нас? Письмо с печатью Бельгаарда. Уж не ту ли винодельню собирались купить эти ребята. Дорогой Габриэль. Ну вот опять же, да? Граф Креспи. Гнездо Скалопендра Морфов. Надо его уничтожить. Нет-нет-нет, Геральт. Его-то как раз и не надо уничтожать. Оно нам ещё пригодится. Друзья, я не помню, показывал, нет? Так. Тут всё по-прежнему, ничего не изменилось. Кто-то мне там писал, что не может справиться с архиспорами, так как с ними легко справиться. Так, кто там у нас? Пантера, что ли? Нет. Пантера у нас слишком много времени отнимет. А я и так уже прилично серию затянул. Чёртовы волки. Чёртовы волки. Появляются. Кстати, друзья, можно опять нырнуть и забрать порцию денежек. Наверное. Давайте проверим этот момент. Да, они здесь есть. И, по-моему, будут регулярно. Так что, если у вас проблемы с кронами, но не хочется как-то там что-то где-то шаманить. Продавать или ещё что-то. Ну, реально, бывает такое, что нету денег, поэтому сюда плавайте. Здесь они регулярно появляются. По-моему, для этого надо выйти из игры и снова войти. А может быть, достаточно помедитировать какое-то время. В общем, что-то около 300 крон здесь регулярно появляется. Так, а что у нас там, интересно, за крепость? Ладно, мы это потом узнаем. Сначала разберёмся с хвостом. Медведь. Ну, не будем на него тоже отвлекаться. Этот медведь тут тоже регулярно появляется вместе с утопцами. Вот же чёрт. Ну, что всё это объезжать придётся. А тут вот мы уже не разгонимся. На поле собралась Грета. Я не Грета. Давай вставочку. Никогда меня не говорила. Ищу хороших бровян. Я в рейсе. Привет, куколка. Лучше. Дорого берёшь. Дорого. А с тебя так? Так. А вот здесь вот так можем пройти, в принципе. Плотва, ты что? Прыгай. Шевелись, плотва. Ну, практически допилили на самом-то деле. Сейчас переберёмся через мост. Это, по-моему, Корчмак Куралиск, кажется, да? Значит, ведьмака надо было вызывать. Говорят, нахуй. Кто тут? Странно. Кто-то появился, видать, я никого не вижу. А, слушайте, это же Скалопендроморф. Это, мимо него не надо проходить. Куда он там делся? Чувак, ты что? Чувак, ты что? Собираем трофейчики и смотрим, где это было. Надо же, прям под носом. Вот это гнездо. Здесь они не появляются почему-то больше. Я не знаю почему. Но, может быть, появляются спустя там какое-то очень-очень долгое время. Скалопендроморфы и источники кислоты. Вперёд, плотва. Ну, и кикиморы тоже. В моём случае я перебил, наверное, почти всех кикимор. Поэтому я собираю вот этих вот Скалопендроморфов. Опять тут кто-то есть. А, ну тут медведь, по-моему. О, я тут был уже. Добрались. Да здравствует княгиня Анна Генрианта. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Так, ну что. Давайте скажем им. Мастер ведьма, есть ли какие-то вести? Ага, так, ну можно спросить, что особенного в винодельни Бельгард. Это винодельня, Бельгард. Чем она так ценна? Сразу видно, что вы не отсюда. Бельгард принадлежал графу Криспи, тому, который пал жертвой бестии. А Криспи, как человек состоятельный и со связями, превратил её в цветущий рай. Привёз редкие сорта винограда, нанял лучших работников. Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями, объедини Бельгард ещё с одной винодельней, и получишь готовый рецепт успеха на рынке. Понятно. Я нашёл доказательство того, что все неприятности Короната и Верментина были кем-то подстроены. За всем этим стоит некий граф Криспи. Что? Криспи? Владелец Бельгарда? Это невозможно! Вот тут всё написано. Действительно, у него был мотив. Он понимал, что если Короната и Верментина объединят силы, то у него не будет никаких шансов. Поэтому он решил их рассорить. И ему это удалось. Но его планы сработали не до конца. Им помешала бестия. Быть не может. Ты хочешь сказать, это не Лиам? Я всё время был уверен, что это дело рук Матильды. В свете вновь открывшихся доказательств, было бы справедливо, чтобы Бельгард перешёл под управление обеих пострадавших сторон. Погодите минутку. Вы предлагаете, чтобы мы сотрудничали? Да. Это лучший выход. И он же самый выгодный для всех виноделин. Не верю, что я сама это говорю. Но я с ним совершенно согласна. Кажется, пора закопать топор войны. В общем, три винодельни не одна. Может и правда что-нибудь выгадаем на этом. Пусть будет так. Это ещё не всё. Я решил проблемы в ваших винодельнях. Они снова смогут работать нормально. Прекрасная новость. Хорошо, что вы наняли профессионала. Тем более, что помощь его может ещё пригодиться. Но не будем торопиться. Приглашаю вас со мной. Пора смотреть Бильгард. Ведьмак, пойдём с нами. Прошу тебя. Мне кажется, у нас ещё будут для тебя задания. Ну, пойдём, конечно. Ладно, идём. Я не случайно хотел отдать Бильгард в руки человека распорядительного. После смерти владельца винодельня пришла в изрядное запустить. Говорят, несколько работников погибло. Чудовище рыщут по округе. Прежде чем здесь обосноваться, придётся справиться с этими неблагоприятствиями. Таково желание министра. И снова работа для меня. Если ты согласишься, мы с радостью примем твою помощь. Хм, и всё. Так, поговорим. Я могу помочь, но задаром не работаю. Так, с какой разброс? Почти 400 монет. Ну да, почти 400 монет. Ну, значит, накидываем. Примерно вот. Вот чё, может ещё 100 попросить у них? Почему нет? Они, наверное, откажутся. Ладно. Ну, давайте тогда 1050. Хотя нет. Ладно, давайте 1100, но я думаю, нет. Зажмутся. Хотя должны бы, по идее, согласиться. Хорошо. Договорились. Ну, отлично. Тогда мы вам поможем. В принципе, я уже согласен. Ох, прямо камень с души свалился. Без награды ты точно не останешься. Обещаю. Я возьмусь за это. Так. Решить проблему винодельни Бильгард. Красивая такая. Террасочка, красивая винодельня. Ох, давайте посмотрим. Нам придётся взорвать гнёзда. Ладно, ладно, посмотрим. Возможно, возьмёмся за этот квест. А может быть, будем выполнять какой-нибудь другой. Вот у нас есть ещё народный герой. Почему я на него обратил внимание? Потому что он 36-го уровня. А вот винные войны 39-го. Хорошо бы сперва вот эти пройти, которые не слишком высокого уровня. Любопытно. Ладно, друзья. Я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся. Если кто что знает, пишите.